Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 41. Наши лекции записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. Псалом 41. Открывает второй раздел древней еврейской псалтыри, который объединяет гимны разных авторов. Здесь и псалмы, которые надписаны именем сынов Кореевых, которые были храмовыми музыкантами. И псалом Асафа, старшего из музыкантов в другой группе храмовых певцов. Есть и псалмы Давида, и псалом Соломона. Во второй раздел псалтыри входят также три анонимных псалма. В второй раздел, как правило, он ограничивается псалмами с 40 по 71 по синодальному тексту. Псалмы 41 и 42 представляют собой две части единого стихотворения. Наверное, одного из самых красивых и трагичных в псалтыре. Эти псалмы объединяют не только единое надписание, надписание есть только у 41-го псалма, у 42-го псалма надписания нет. Эти псалмы объединяют и повторяющиеся риторические вопросы, которые устанавливают единую смысловую нить и формируют структуру общего 41-42 объединенного псалма. В частности, такие вопросы мы можем выделить. «Для чего ты, Господи, забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Эти вопросы объединяют два гимна. Однако, поскольку в древних рукописях тексты этих двух поэм разделены, можно, конечно, гадать, но все же предположить, что 42-й псалм был записан несколько позднее и является дополнением к 41-му псалму. Есть и другая точка зрения, которая говорит о том, что это был изначально единый гимн, который в литургических целях был разделен на две части. Оба псалма обладают великой поэтической красотой, чему, возможно, способствовало лицезрение величия архитектуры Иерусалимского храма, «Благолепие одежды священников», который автор псалма, будучи левитом, видел каждый день, когда совершал богослужение в храме. Большая эмоциональная глубина поэмы отчасти напоминает книгу Иова, где жалобы чередуются с утверждениями о доверии Господу. Как полагают некоторые исследователи, исторической основой псалма является плач храмового певца, изгнанного в Северное царство и поселившегося где-то у истоки в реке Иордан. Известно, что в период разделенных царств, в период правления в Израиле царя Иоаса, это начало, то есть это 800-й, 784-й годы Рождества Христова, Иоас ходил с войной на Иерусалим, разрушил часть оборонительной стены и, взяв золото и заложников, вернулся в Самарию. Блаженный Феодорит полагал, что датировка псалма еще более поздняя и относится к Вавилонскому плену. На основании греческого надписания «в конец» он сделал вывод, что 41-й псалом был написан по истечении многого времени, когда евреи уже попали в плен и плакали на реках Вавилонских. И он датирует эту песню тем же периодом, что и пророк Даниил, что молитва трех отроков в пищи Вавилонской. Однако, с точки зрения блаженного Феодорита, трудно согласиться. Несмотря на то, что автор псалма пишет о своего имени, во-первых, он мыслит в духе Давида. Спасаясь бегством от Авесолома, Давид также переходил через реку, через реку Иордан. Поскольку в 7-м стихе псалма упоминается предгорье Ермона, следовательно, нет никаких оснований полагать, что 41-й псалом написан в Вавилонском плену или даже после плена, как считали некоторые дореволюционные исследователи, относят данный текст чуть ли не к эпохе Маккавеев. А то, что в псалме 42.4 Господь называется Богом по имени Эль, а не Богом по имени Ягве, свидетельствует о древности данного текста. Следовательно, описываемая в псалме география, так или иначе, конечно, связана с флорой и фауной, земель ханаанских и источниками, впадающими в реку Иордан, но никак не Вавилоном и его окрестностями. Автор псалма использует описание красот природы для создания метафор. Принимая во внимание указания на горе Ермон, мы все же не вправе быть уверенными на 100%, что псалмопевец именно там жил в изгнании. Нередко подобные образы используют псалмопевцы для формирования тех или иных сравнительных параллелей. Но это не означает, что действительно они странствуют по всему миру, путешествуют по Красному морю, живут где-то в землях Хецких, ну или на источниках реки Иордан, где-то в районе Тельдана. Рассмотрим теперь детальнее отдельные стихи данного псалма. Стихи 2-6. Первые строки псалма, описывающие жажду, сразу создают эмоциональный настрой для всей поэмы. «Как лань желает к потокам воды, жаждет душа моя к Богу крепкому живому». Агония во время засухи описывается и у других поэтов. Аналогичное выражение есть у пророка Иоиля. «Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что и сохли потоки вод». Иеремия описывает мрачную картину постепенного умирания природы во время бездождя. «Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы». Пророк Иеремия описывает бездождь в очень густых и сумрачных тонах. «Поле не дает урожаи, люди стонут, накатилась грусть на всех, даже животные теряют интерес к жизни». Жаждущая лань – это невыносливый верблюд, привыкший к недостатку воды в пустыне. Лань постоянно нуждается в подпитке, в живой воде. Сильный образ жажды, когда живое существо жадно глотает каждую каплю живительного пропитания, является поводом для псалмопевца, чтобы поговорить о духовной жажде. Об этом свидетельствует не только образ хлеба, которым стали слезы, но и жадный поиск, вопросы, когда приду, где Бог. Бог для Него – это живой Бог, каким он был для Иисуса Навина, Давида, Ильи. Дом Божий – это источник радости и ликования. Автор псалма не вдаётся в детали, но поскольку он с ностальгией вспоминает шумные многолюдные праздники, товарищеские процессии, которые были для него источником удовольствия, значит, во время написания псалма храм, скорее всего, был вдалеке от него, радость сменилась на печаль. Однако он гонит прочь меланхолию и возлагает надежду на Бога в надежде получить одежду славы вместо духа уныния по пророку Исаии. Диалог с самим собой – риторическое обращение к своей душе. «Что унываешь ты, душе моя?» – это характерный колорит и связующая нить псалмов 41 и 42. Это обращение к душе, душе моя характерно и для византийско-христианской поэзии, в частности, для великого канона Андрея Клицкого. Подобные риторические вопросы, обращение к своему «я», к своей душе, разговор с самим собой, внутренний диалог верующего человека, при котором на одной руке лежат идеалистические убеждения, некая необходимость верить в светлое будущее, а на другой руке наблюдение за реальностью, за той реальной жизнью, которая порой очень далека от идеала. разум такого человека порой бывает раздваивается. Это человек похож на человека с двоящимися мыслями. Он должен верить, но как можно верить, если как-то очень трудно поверить в эту реальность? Разум такого человека полагается на Бога. Его душа устремляется к вечности, но в то же время его же разум и душа оказываются под влиянием обстоятельств, которые не могут оставить безучастным и порой вносят какие-то сомнения. «Внутреннее борение претерпевал и Христос, беседуя сам с собою в Гефсимании. Душа моя теперь возмутилась». И в Псалме, и в Евангелии нет никакого намека на то, что страдания можно было бы избежать или что они, с другой стороны, все-таки поколебали душу страдальца. Скорее наоборот, доверие Богу в Псалме и Отцу по Евангелию ведет в обоих случаях к славе. Это мы можем сравнить, если проанализируем шестой стих Псалма с двенадцатой главой Евангелия от Иоанна. Седьмой двенадцатой стихи. Во второй части Псалма мысли поэта перемещаются из Иерусалимского храма к истокам реки Иордан, к тем ручейкам, которые получают свое начало на склонах горы Ермон. Мчатся среди волунов, малых гор, образуя горные реки и водопады. Выражение из синодального перевода гора Цоар, наверное, это не очень удачный перевод фразы невысокая гора, гора малая. Славянский перевод выражения гора малая более соответствует как древнегреческому тексту, так и древнеиерейскому оригиналу. Бездна, потоки бурлящей воды, готовы захлестнуть и утопить. Это образ нестабильности. В своей молитве из чрева Китова пророк Иона использует аналогичные слова. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки огружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». Вот этот образ потопа, когда вода захлестывает, я тону, передается через краткое выражение «воды стали выше меня». «Воды стали выше меня». Это такой характерный образ из библейской поэзии. Находясь в предгоре Ермона, псалмопевец с ностальгией вспоминает, как он посещал многолюдный храм в Иерусалиме. Сейчас он одинок. Враги больно ранят его словами «Где Бог твой?» Но он не теряет надежды на живого Бога, которому он по-прежнему слагает благодарственные песни. Так постепенно слезы, изливаемые день и ночь, переходит в хождение перед Богом день и ночь. Ежедневные слезы и насмешки врагов противопоставляются напоминаниям о заветной любви Бога. Поэтому молитва становится песней, посвященной живому Богу, Богу, дарующему жизнь всему живому. Мы не можем заявлять, что автор псалма, высказав все, что было на душе, таким образом снял накопившийся стресс. Однако, двигаясь от начала псалма к концу, можно заметить, что вместо метущейся от жажды лани перед нами постепенно стал проявляться портрет человека с сильными убеждениями и крепкой верой, образ которого находит свое завершение в следующем, 42-м псалме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok